Республика Коми Вообще в республике 10 населенных пунктов, носящих статус города, но именно в столицу Коми, на чем гербе и флаге, изображен челящийся в берлоге медведь, мы сегодня и отправимся. Это название трудно произносится, если в первый раз нашел его на глади карцетки в гору. В гостей города, пребывающих в Сыктывкар поездом, по традиции гостеприимно встречает устремленный в северное небо шпиль железнодорожного вокзала. Архитектурное сооружение, выполненное в индустриальном стиле, было открыто в 1964 году и с тех самых пор остается одним из неизменных символов города на всевозможных сувенирных магнитиках. Попасть с Сыктывкар можно и воздухом, причем местный международный аэропорт располагается в 10 минутах ходьбы от центра города. По итогам же проведенного в 2018 году общероссийского конкурса «Великие имена России», местный аэропорт получил имя Петра Истомина, по сути, первого летчика из Коми. У здания аэропорта располагается скульптура «Рассвет над Чукоткой» и изображает она обычного туземного паренька-оленевода, мечтающего покорить небо. Центральная артерия города – улица Коммунистическая и, двигаясь по ней все дальше от вокзала, коммуна упирается в исторически сложившийся центр столицы Коми – Стефановскую площадь. Вообще, свое современное название город обрел лишь в 1930 году, перестав быть Усть-Сесольском. Город на полном серьезе мог получить совсем другое имя, к примеру, Сталинкар. За Стефановской площадью – Кировский парк. Первые деревья для отдыха граждан были высажены здесь еще в начале 30-х годов прошлого века. Здесь можно подышать свежим воздухом, скрываясь от солнечного зноя в тенистых аллеях. Ты дурак, что ли, эй? Разумеется, в летнее время года. Кроме того, это место активного отдыха. Масштабная реконструкция набережной реки Сысолы была завершена здесь в 2016 году, хоть результаты ее и до сих пор еще оставляют некоторые вопросы. По сути, набережная представляет из себя лишь расчищенное от всего лишнего берега укрепляющее пространство, лишенное какого бы то ни было обустройства. На противоположном берегу Сысолы – район, именуемый Заречьем. Летом от здешней пристани с регулярностью рейсового автобуса ходит парон. Зимой же перебраться всякому желающему хоть в одну, хоть в другую сторону и того проще. Недалеко от Кировского парка в исторической части города расположились сразу три музея, посетить которые просто необходимо. И здешний музей еще раз доказал нам, что подобные культурные учреждения могут быть действительно современными, интересными и полезными. Кроме того, в сувенирной лавке музея мы приобрели замечательный, богатый иллюстрированный альбом. Заплатили мы за него 10 рублей. Нет, ну правда, в прочих музеях за такую цену не купите памятные открытки. Самое время узнать подробнее. Так что же это за загадочное слово такое? КОМИ. Я вышел в интернет с таким вопросом. Исторически Коми-Зыряне, или просто Коми, не путать с Коми-Пермиками, коренная народность республики. В наши дни доля Коми от общей численности жителей республики составляет что-то около четверти, уступая числом лишь русским. Коми-Зыряне! Хе-хе-хе-хе. А ты сам-то кто, Ахламон? Я русский. Точно? Коми-Зыряне входят в финно-угорскую языковую семью, наряду с венграми, финнами, эстонцами, карелами и прочими. Разумеется, у народа Коми есть и свой собственный язык. Которые, вообще-то, не так-то и прост для начинающих. Видео, види... И дело здесь не только в количестве одних только падежей, а их в Коми-Языке аж 16. Нужно отдать должное тем, кто отвечает за сохранение и развитие Коми-культуры и языка в городе. Коми-Язык живее всех живых и встречается вокруг и всюду. На телевидение выходят новостные программы на Коми-Языке. Буррыд, регион Сайюр, Ясен, Вечка, Дэфир, Инвести, Коми, Учта, студия на Александр Кузнецов, Вызьям, Талунья, Петка, Чимын. Изучать Коми-Язык юные сыктывкарцы начинают еще в школе. Что касается национальной Коми-кухни, то представлена она тремя столбами. Рыбой, грибами и олениной. Последняя входит в меню большинства кафе и ресторанов, а также широко представлена в некоторых магазинах в виде строганины, мясной вырезки, колбасы, консерв и даже чипсов. Республика Коми – место грибное, потому белые грибы, рыжики и грузди встречаются в самых различных национальных рецептах. Что до рыбы, есть у Коми и свой собственный аналог популярного в Швеции и всей Северной Европе – сюрстреминга – квашеной рыбы. Имея невероятно специфический запах, большинству людей данное блюдо все же покажется невероятно противным. В Сыктывкаре есть собственный ликероводочный завод, в линейке производства которого неплохие ягодные настойки и, конечно же, водка. Согреваем сердца. Сыктывкарский ликероводочный завод. Для тех, кто предпочитает градус пониже, богатым ассортиментом представлена продукция Сыктывкарского пивзавода. Местного пенного – самый широчайший ассортимент. Многие сорта оформлены в коми-национальном стиле, а как по мне, так лучшим из них остается обыкновенная Сыктывкарская. Классик, что тут сказать. В последние годы в Сыктывкаре активно появлялись новые памятники и туристические достопримечательности. Среди них, к примеру, Грибной переулок. Есть мнение – самый узкий в мире. Вообще, в Сыктывкаре достаточно много узких пространств и проходных отверстий, но именно здесь строительный, по сути, просчет смогли превратить в настоящий арт-объект. Другой пример – памятный знак Рублю, открытый в 2015 году. Инициатива местных банкиров была воспринята неоднозначно, и сперва сыктывкарцы понесли к монументу траурные гвоздики для возложения, а после… Ну, хуже уже не будет. То ли не выдержав такого к себе отношения, то ли от рук вандала, но сыктывкарский рубль окончательно пал и больше уже не поднимался. Однако есть в Сыктывкаре и свой настоящий Париж, появился который здесь более 200 лет назад. В этом месте когда-то проживали военнопленные наполеоновской Франции. Находились они здесь недолго, но название Париж закрепилось за местечком уже навсегда. Париж, быть может, мало отличается от прочих районов города. Открывается здесь, правда, и прекрасный вид на местную Эйфельву башню. Есть в Париже и своя собственная уменьшенная копия такой башенки. В остальном же здесь живут рядовые сектывкарцы, мало чем отличающиеся от других горожан. Разве что незначительным акцентом. Все пары, что мы разные, чем другие граждане. Париж, Париж, я не понимаю. В моем случае, мы все равно. Что касается местной 180-метровой телевизионной вышки, вызывает некоторое недоумение отсутствие нормальной ночной подсветки данного сооружения. Оно просто никакое, и башня тупо теряется во мраке ночи. Ну, серьезно, яркая иллюминация, выполненная, скажем, в цветах флага республики, была бы отличным украшением города. Но почему? Почему бы не сделать для сектывкара что-то подобное? Потому что... Благодаря местным климатическим особенностям, футбол в дешних краях не прижился. Так что сектывкарцы предпочитают хоккей с мячом и топят за местный клуб строителей. Наш строитель всех сильней на свете, Это знают взрослые и дети. Свято-Стефановский собор был открыт для посещения в 2001 году. Зимой верхний храм закрыт, а литургии проводятся в нижнем пределе. Примыкающий же к территории собора овраг – прекрасное место для спуска с горки. Говоря же о культовых сооружениях в Сыктывкаре, нельзя не отметить и церковь Христа Спасителя. Это один из крупнейших протестантских храмов на территории СНГ. Рядом с ним расположен Мичуринский парк. Именно там 3 февраля этого года проходил общегородской митинг против строительства на границе республики Коми и Архангельской области мусорного полигона в Шиесе, который вызывает массу вопросов к экологам и местным жителям. Наиболее циничной в этой истории выглядит позиция власти. Здесь и уклонение от открытой дискуссии, размытые формулировки отписок или же откровенное игнорирование происходящего. Впрочем, ничего нового. Чтобы подробнее узнать хронологию событий вокруг Шиеса, а также знакомиться с текущим положением дела, пройди по ссылке в описании к этому видео. О Сыктывкаре можно рассказывать долго, и за кадром нашего краткого обзора, разумеется, осталось еще очень и очень многое. Вероятно, было бы не лишним сделать продолжение, скажем, когда в город придет лето. Напишите в комментариях к видео, о чем еще было бы уместно рассказать в следующий раз. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы в дальнейшем не пропустить ничего нового. Это название трудно произносится, если в первый раз нашел его на глади Карсик-Теккар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова